Первое сентября, они за горами, поэтому Пермский благотворительный фонд «Я помогаю детям» запускает ежегодный социальный проект «К школе готов». Подробности обсудим с нашей гостьей. Сегодня в студии Мария Конькова, специалист благотворительного фонда «Я помогаю детям». Маша, приветствую. Предлагаю рассказать нашим зрителям, в чем суть проекта. Главная цель нашей акции – это помочь нуждающимся детям подготовиться к школе к первому сентября и пойти в школу наравне со своими одноклассниками, наравне с остальными детьми. Потому что даже такие мелочи, как ручки, дневники и портфели, к сожалению, доступны далеко не всем семьям. И если ребенок, в отличие от других детей, которые идут с цветными ранцами, с полными рюкзаками, идет с целлофановым пакетом из ближайшего супермаркета, в котором пара тетрадей, ручка, карандаш, все, что удалось купить родителям, к сожалению, ничем хорошим это не заканчивается. Пропадает интерес к учебе, оценки становятся хуже и в конце концов ребенок становится изгоем в собственном классе. Чтобы такого не произошло, мы призываем всех принять участие в нашей акции. А кому именно вы помогаете? Мы помогаем ребятам из нуждающихся малоимущих, из многодетных, неблагополучных семей по всему Пермскому краю. Как правило, 1 сентября хоть и разовый, но такая очень затратная история. И как посчитали у нас уже в этом году, около 24-25 тысяч, говорит Росстат, уходит на подготовку ребенка к 1 сентября. А если такой ребенок в семье не один, потому что есть семь, где 5-6 школьников, мама, например, находится в декрете и сейчас не работает, семья живет на пособии. Понятно, что такая семья может рассчитывать только на помощь волонтеров. Сколько сейчас, по подсчетам, за месяц до 1 сентября у вас потенциальных благополучателей? У нас около 6 тысяч детей по всему Пермскому краю, поэтому нам очень нужна ваша помощь. Что необходимо собрать? Каждая возрастная группа получает свой набор. У малышей это и пластилины, цветные карандаши, фломастеры, краски, альбомы, цветная бумага, конечно, тетрадки, ручки. У старших ребят это толстые тетради, тонкие тетради, циркули, линейки. Поэтому любая канцелярия важна, нужна и очень востребована. Что-то из более крупных вещей собираете? Портфели, форму, обувь? Мы всегда будем рады и тем, кто принес портфель. Школьную форму мы, похвастуясь, уже начали выдавать. Ее уже получили благодаря нашим партнерам семьи из деревень и поселков Пермского края. Потому что акция стартовала в июле, поэтому первые результаты уже есть. Как пермяки могут принять участие в акции? Как помочь вашим подопечным? Можно всегда принести канцелярию к нам в офис на Пермскую, 53. Мы работаем в будни с 9 до 5. Можно стать организатором и принять участие тем, что вы организуете друзей, знакомых, своих коллег. И вместе с ними соберете канцелярию. Можно принять участие в фасовке, потому что дополнительные руки – это всегда большой плюс. Нас в офисе сотрудников не так много. А 6 тысяч подопечных – это 12 тысяч ручек и карандашей, 60 тысяч тетрадей. Все это нужно разложить по наборам. Ну и можно стать волонтером-водителем и вместе с нами отправиться к ребятам, лично вручить им все наши подопечные живот по всему Пермскому краю. География проекта обширна. А можно ли как-то заявить вам о своей нуждаемости и стать вот этим благополучателем? В первую очередь мы собирали заявки от наших подопечных. Но если канцелярских наборов будет больше, то мы всегда с радостью откликнемся и поможем. Но об этом мы объявим дополнительно. А если семья понимает, что помощь нужна не только в канцелярии, но, например, в продуктах, юридическая помощь, психологическая помощь, какие-то досуговые мероприятия для детей, наши акции проходят в течение всего года. Можно прийти к нам в офис. С собой нужен паспорт, свидетельство о рождении детей и справка о нуждаемости. Мы побеседуем и поймем, как и чем мы можем помочь семье. Акция «К школе готов» проходит не впервые. Вот если смотреть на итоги прошлых лет, какими они были и насколько Пермяки отзывчивы к подобным проектам? Совершенно верно, акция проходит у нас уже больше 10 лет. И если в первые годы мы собирали 100-200 детей, то сейчас уже счет идет на тысячи. И мы всегда очень рады, что Пермяки с каждым годом все больше и больше откликаются. Собирают целыми рабочими трудовыми коллективами, заводами, фабриками, привозят огромными коробками. В последнее время очень многие школьники стали помогать своим сверстникам. И даже самые маленькие ребята всегда вместе с родителями собирают канцелярию, помогают ее фасовать. Самому нашему маленькому волонтеру было 3 года. Он ходил вот так аккуратненько и скруплезно раскладывал резиночки. Молодец. Что касается итогов акции, может быть, каких-то промежуточных, как можно следить за тем, чего еще не хватает, и, может быть, вновь поучаствовать? Мы все итоги наши размещаем в наших социальных сетях на сайте япомогаюдетям.рф. И точно так же по телефону 202-60-60 можно позвонить нам и спросить, что сейчас наиболее востребовано, что можно привезти ребятам. Я спрошу пока вы здесь. В рамках этого проекта финансовая помощь Пермяков актуальна? Конечно, актуальна. И точно так же сделать перевод можно через наш сайт. Там есть кнопочка «Помочь». Мы принимаем любые суммы. До какого времени проект будет активен? До 15 августа мы надеемся собрать всю канцелярию, потому что потом остается всего две недели, чтобы раздать помощь маленьким адресатам. Маша, огромное спасибо в первую очередь за такой интересный, важный, очень нужный проект, ну и, конечно, за сегодняшнюю беседу. Спасибо вам. Нашим зрителям напомню, что сегодня в студии была Мария Конькова, специалист благотворительного фонда «Я помогаю детям». Мы обсуждали акцию «К школе готов», и вы тоже можете помочь нуждающимся пермякам быть готовыми к первому сентября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова